Совсем недавно он вернулся из Испании. Это был отнюдь не отдых, а работа. Правда, и награду за эту работу он получил достойную. Барнаульский спортсмен Александр Барбашин стал чемпионом Европы по бодибилдингу в новой категории. И сегодня Александр гость нашей студии, а еще у нас в гостях Денис Капустин, тренер Александра и президент Федерации бодибилдинга Алтайского края. Ребята, здравствуйте. Первый вопрос вам. Ну уж не женщина, поэтому позволю себе спросить, как в свои 40 вы вообще решились на такой шаг? Не боялись ли, что молодые спортсмены вас, что называется, обойдут? Ну, как вам сказать, наверное, кризисный возраст. Доказываю, что еще могу, еще буду. Но это все шутки, конечно. На самом деле бодибилдинг такой вид спорта, в котором, наверное, все-таки нет, таких четких возрастных граней. В том году выступая на Европе, и у меня также стал чемпионом Европы, у меня ребята в категории были 20-25 лет в среднем. В этом году я выступал в своей категории, в категории мастера за 40 лет. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, как бы... То есть вы соревновались с такими же, собственно, по возрасту спортсменами? Да, да. И как-то вот мысли про возраст подкинули только что, как бы... А вообще интересно, как выходят на пенсию вот бодибилдеры? Есть у них стаж? Не знаю пока. Как выйду, расскажу. Пока не знаю. Ну, я знаю, что легкоатлеты очень рано как-то пенсионерами становятся, гимнастки. Не хотел бы, прямо скажу, не хотел бы в 60 лет выходить на сцену, прямо скажу, потому что и тон из кожи не тот. Вот. И все-таки я думаю, что мужчина должен реализовываться не только в таком виде, что он качает мышцы и пытается быть самым большим и сильным. Все-таки, как не... Я считаю, что самая главная мышца у мужчины – это мозг. Вот. И тут как бы... Ну, в общем, уходить надо красиво, да? Зачем разваливаться на сцене? Это шутка тоже. Ну, у меня еще есть, еще есть. Еще есть время, все нормально. Сколько спортсменов всего было? А сколько у меня было спортсменов, скажи. Я даже забыл. 40 лет – это уже возраст, даже тоже это. Да, 7 или 8 человек было в категории. Это в вашей категории. А вообще, в общем, на соревнованиях? В общем, на соревнованиях было порядка 980 спортсменов. Это очень большой форум, который собирает около 50 стран. Никто не знает, откуда в Европе столько стран. Однажды президент Федерации в прошлом году сам удивился. 56 стран. А откуда в Европе 56 стран? Вот. И туда собираются действительно, ну, самые лучшие любители с Европы. Любители. Очень смущает вас слово «любители». Как вот в боксе, да? Есть любительский спорт, это вот Олимпийские игры и так далее. Есть про-спорт. И бодибилдинг, в принципе, аналогия точно такая же. То есть, любители – это те категории, в которых поставиваются мастер спорта, мастер спорта международного класса, служный мастер спорта. То есть, это не те ребята, которые во дворе подтягиваются, потом выходят на сцену. Ну, да, или в качалку сходил после работы. Ну, пару раз. Пару раз, да. В неделю. Нет, вообще, в принципе, пару раз. Потом можно ехать, чтобы по любителям выступать. Вот. Так что все это серьезно. Российская сборная, кстати, она из самых сильнейших сейчас в Европе. Вот. И наша команда была самая большая. Насколько я помню, было там около 110 человек. Ох тыс. И у нас по многим номинациям, там наши девчонки отлично выступили, заняли первое место командное по мастерам. Насколько я помню, там третья. А, первая по мастерам. Первая по мастерам и мужской третья. Нас обошли и испанцы, и поляки. Это традиционно сильные команды. Кто был фаворитом изначально? Ну, изначально там делится условно, все проходит это в одном формате, но делится по командным зачетам на три чемпионата. Это на женский чемпионат, мужской чемпионат и мастера-юниоры. Вот. Мы стали третьими только в мужском чемпионате, а выиграли в женском чемпионате. У нас порядка 50 человек было только сборная женская. И в мастерах и юниорах мы также взяли, благодаря нашим мастерам, в первую очередь, первое место в командном. В мужском нас обошли испанцы, поляки. Ну, то есть вы на это рассчитывали? Вы знали, что они сильнее в чем-то? В чем-то да, да. Ага, то есть признаете. А почему тогда Александр у нас стал лидером? Чем он был круче, чем другие парни? Ну, Александр традиционно лидер мирового бодибилдинга, любительского, поэтому как бы... Те же его знают и готовятся, и пытаются до его уровня каким-то образом допрыгнуть. Конечно. Почему не получается? Ну, вы знаете, как бы насчет того все знают, готовятся и так далее, как это громко сказано. Потому что у нас такой вид спорта, что могут приехать ребята, которые выступают в первый раз, и легко победить. Вы там, ничего такого нет. Но, если честно, когда я поглядел, кто у меня будет участвовать в категории, категория такая получилась звездная. У меня в категории был чемпион мира по бодибилдингу, у меня был чемпион Арнольд Классик по категории, по бодибилдингу, и еще ребята, которые уже за 40 лет успели показать себя довольно-таки круто в рейте мирового бодибилдинга. Поэтому было очень интересно соревноваться, ну и было, наверное, вдвойне приятно, что когда обходишь, у меня пунктик есть такой, как бы, не знаю, этот пунктик. Я был на чемпионате мира, был третий, был дважды второй, и все-таки в этот раз я обошел чемпиона мира. Сам пока не стал чемпионом миром, все выиграл, основные, Европу, Арнольд Классик, Россию, все выиграл, мир еще не выиграл. Но обошел чемпионом мира на чемпионате Европы. Вы выступали в новой категории? Что это значит новое? Расскажите, пожалуйста. Да, новая категория, она была, там можно выступать с весом чуть тяжелее, чем Саша обычно выступает, и это проще гораздо. И для нас это лучше, хотя не для всех это далеко лучше, но вот для нас лучше, потому что нам приходилось с большим трудом, с большими усилиями втискиваться по весу в категорию, в которой Александр выступал долгое время. Вот эта категория, она возвращает, это такая ностальгия по золотой эре бодибилдинга, по временам Арнольда Шварценеггера, Фрэнка Зейна. Даже соревновательный костюм плавки, они увеличены, они увеличены ровно такие же, в каких выступали в 60-е, 70-е годы. Плюс там добавлено две позы, одна поза вакуум, которую любили делать как раз атлеты той эпохи, и одна поза из золотой эры. То есть обязательно нужно было поставить позу классическую из поз, которые использовали в те времена. Они очень красивые, тогда вот эта вот тяга к эстетике, она была, конечно же, на первом месте. Тяга к красоте, к эстетике, к вот этой скульптурности тел. И поэтому это такое возвращение, она большинству людей очень сильно нравится, большинству людей ностальгирует. Ну и, конечно, здесь очень большие требования предъявляются к позированию. Позирование должно быть однозначно эстетичное, оно не должно быть напористым, как в бодибилдинге. Бодибилдинге, оно не должно подавлять, а наоборот показывать всяческую красоту. И это тоже учитывается. Вы не раз сказали слово ностальгия. То есть получается, сегодняшние ребята, они не способны выступать так же красиво, грациозно, как вот тогда? Бодибилдинг разные свои такие эпохи переживал. И сейчас, если мы говорим о бодибилдинге таком тяжелом, сейчас стараются опять перевести к этим стандартам. Но было время, может быть, лет 10-15 назад, когда бодибилдинг стал неумолимо увеличиваться. Увеличивались мужчины очень сильно, и это приводило к таким... Ну, то есть кого-то такой вид уже отталкивал. И поэтому функционеры Федерации международной, они начали вводить более легкие категории. Их ввели достаточно много уже на сегодняшний день, чтобы привести к более такому виду... Допустим, есть такая категория, мэнс-физик или пляжный бодибилдинг. Это ребята, которые выглядят, ну, выглядят просто очень хорошо, как вот, допустим, может выглядеть человек, который следит за собой. Но еще не скала, да? Да, фитнес-бикини тоже самое. Это красивые девушки, где на 80% это умение подать себя. Ну и, конечно, безусловно, хорошие природные данные в первую очередь. То есть там невозможно выиграть, накачав большие мышцы. И поэтому вот сейчас бодибилдинг, он именно возвращается к такой естественности, натуральности. И поэтому вот это одна из категорий, которая... Саша, когда вам объявили, что вы победитель, ну, я знаю, что эмоции были и были такие искренние. Расскажите. Ну, скажу что. Скажу, когда я ехал в чемпионат, я настраивался выиграть. Ну, я обычно настраиваюсь просто показать свою максимальную форму. Но тут я решил, что я все равно выиграю любым путем. Вот. Пусть что хотят делать, но я все равно выиграю. Поэтому, когда объявили, конечно же, эмоций было много. Такая, знаете, такая финальная точка. Я смог, я сделал. Было тяжело. Тренер запрещал есть колбасу, сосиски. Поэтому, да, без природы. Вообще все любили. Нет, шучу, на самом деле, как бы, это не мои продукты. Ну, естественно. Вот. Было много эмоций, было эмоций. Очень положительные. Ну, как еще объяснить? Ну, да, действительно. Странно было бы, если бы вы расстроились. Эйфория, да. Выступали еще ведь и ваши подопечные, вы тренируете ребят. И они тоже заняли какие-то места? Да, да. И вот чья победа была приятнее такая? Знаете, очень сложно выступать самому на серьезных, пестижных стартах, на пиковых, так на пиковых форме на своей. Потому что, в любом случае, это и такой, ну, почти надлом физический, надлом эмоциональный. Ты выходишь на предел, на предел, на котором себя очень тяжело держать. Ну, это в любом виде спорта, когда выходишь на пик, это очень сложно. И когда с тобой, условно говоря, у меня ехало два спортсмена, за которых я в ответе, да, я прекрасно сознавал, что ребята мне доверили себя, что насколько они хотят выиграть, а я хотел так же, чтобы они выиграли, потому что тут нет вариантов. Вот, и когда у меня, я выступал из них последний, то есть выступал первый в АД, и когда в АД объявили вице-чемпионом Европы, вот, ну, блин, я чуть не прослезился. Вот, потому что это спортсмен, которого я взял с нуля, с нуля, он не выступал нигде никогда, то есть он в первой соде стал чемпионом России под моим руководством, и вот сейчас он стал вице-чемпионом Европы, и через неделю он стал бронзовым призером серьезного турнира в Лиссабоне, в Португалии. Вот, и второй спортсмен у меня вошел дважды в финальные шестерки, что, в принципе, для Европы, как бы, это престижно, категория тяжелая, 90 килограмм, бодибилдинг. Если взять вот вкупе, да, вкупе, я считаю, что я выполнил, наверное, на 110 пациентов те цели, которые я оставил перед собой. Поэтому приятно. Ну, вы сейчас вот как сами чувствуете? Больше все в тренерскую деятельность будете переключать себя? Или все же продолжите выступать? Так уж получилось, что с моего первого сессонного бодибилдинга я параллельно выступал сам и готовил спортсменов. Мне нравится абсолютно делать и то, и другое. Вот. Единственное, что, конечно же, подряд выступать много сессионов подряд, это неправильно. В 40 лет надо же думать о себе немножко, да? Вот. Поэтому небольшая пауза. Как спортсмена работаю пока в ближайший год тренером. Год, то есть пауза в год. Да. Это нормально, да? Да. Вы расскажите о ближайших планах. Ну, я уж понимаю, год перерыв. О ближайших планах у меня, ну, достаточно много спортсменов и планов много. И мой соревновательный сезон в качестве тренера еще не закончился далеко. И он, видимо, будет таким нон-стопом идти. Так у вас же, наверное, круглосуточный сезон. Да. Круглогодичный в смысле. Практически, да. Да. Вот. Поэтому то, что касается нашей федерации, она развивается, количество людей, спортсменов увеличивается, работа как бы ведется, ну, такой по нарастающим, можно сказать. И несмотря на то, что наш край такой достаточно отдаленный от центра, то есть это сложнее ездить на различные турниры. Но, тем не менее, мы стабильно входим в десятку в прошлом сезоне. Осенью мы были пятыми в командном зачете среди 62, по-моему, регионов. В этот раз мы десятые. То есть мы входим в такой в топ регионов, где бодибилдинг развивается очень мощно, очень стремительно. Ну, ближайшие соревнования, к которым вы готовитесь, ну, не вы конкретно, а ребята ваши? Ближайшие. Ну, у нас все-таки поделено по сезонам. Это будет массовый такой сезон, в котором будет участвовать вся наша сборная Алтайская этапа. Осенью он наступит, в середине сентября. И он будет продолжаться также, я думаю, до начала, до середины декабря. В общем, правильно. Нужно немножко отдохнуть. Ну, на самом деле, у меня еще выступает один спортсмен. Он через неделю выступает на чемпионате Казахстана. И на чемпионате Средней Азии. Вот через неделю я могу сказать, что у меня соревновательный сезон, как у тренера, закончен. Ну, значит, вашему спортсмену желаем удачи. Вам, соответственно, тоже. И всем спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Барбашин, чемпион Европы по бодибилдингу, и его тренер Денис Капустин, президент Федерации бодибилдинга Алтайского края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!